черные крючком крючок какой-то такой крючок я четко не вижу я вот вижу какой-то типа всего это форма какой-то крючок черный черный крючок обратись к ней спроси вот на угоне черное чувство которую когда тебе плохо и хорошо какой на работу выполнять для чего она у тебя убить прекрасно и когда это произойдет что тогда что он отвечает и когда мир рухнет что тогда умру и я говорю я вижу что он неплохо но это школа поле фотографирует школа будет происходит что ощутить чувство тут надо я смотрю вот как вихрь такой как профиль ну как сзади вот меня но бы показывает мне профиль такой черной энергии как вот ну сзади со спины у меня вверх это энергия скажем она больше меня черного цвета сколько лет почти не тебе сейчас 5 лет а что вы там делаешь не ты на улице или дома я плачу у это улица во дворе она улица она говорит я не могу там и мама и бабушка когда они кричат да я прям как вот смотри когда они кричат это чувство тут страшно вот это черное сзади есть в этой ситуации она там по ощущениям первый раз ощущается как что-то новое не первый хорошо значит было что-то еще раньше ты только-только родилась маленькие ручки ножки абсолютно все тело маленькое свои по ощущениям наши если где-то там вот это чувство сзади которая так как через которая только на есть уже да хорошо холодное состояние одиночество темно или светло сейчас там но ты почти не что-то она или с кем-то я одна ну что-то вот кричит ой мама мама ой мама а кто кричит откуда звук от кого может стать как будто сторонним наблюдателем посмотреть она в черном она говорит он убил я вижу женщина с топором а где топор а топор спереди или сзади этой женщины ты это она это женщина с топором который у которого убил только что мужчина да как тебя зовут звали там мария сколько было лет этому телу когда оно ушло с этой жизни 28 может чуть-чуть микрофон к себе ближе чтобы я плохо слышал машу рукой дать да да говорить что трое детей было у нее трое детей а что с ними стало после того как она умерла она не знает хорошо хорошо что это за мужчина одно кресло для вас одно для этого мужчины представьте что ты туда заходишь садишься тут этой женщины и заходит от мужчина садится напротив выскажите ему все что нужно сказать всю ту боль которую которую он причинил и какое-то влияние оказало на вас тогда и дальше по жизнь другую жизнь ненавижу ненавижу тебя будь ты проклят ненавижу я его не любила меня насильно отдали за него я ненавижу ненавижу его я его не любила его зачем ты это мужчина как вас зовут скажите сергей и зовут сергей а что произошло почему убили вашу жену нашло что-то не знаю не мог терпеть ее верный характер ответьте ей тогда что-нибудь что вы хотите сказать может быть в ответ ей чтобы она успокоилась может быть как-то поняла лучше вас прости я вас виновата я не знала что делать прости их прости если можешь прости как себя ощущаешь теперь легко можем его отпустить уже скажи мария посмотри в этой жизни что здесь не стало твоими то что с детьми стало после твоей смерти это можно как-то выяснить да чётка забрала с ними все хорошо нет старший умер а девка болеет и этого не вижу горе и без меня что хочется что хочется что нужно сделать чтобы покинуть эту жизнь вот в таком легком и спокойном состоянии что мария нужно еще что хочется мать убить свою мать 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 дь因 так же все мы скажем в точности что ты чувствуешь что боль который то на силу в себе она должна тебя выслушать скажи это мама как-то с тобой присутствует в следующей твоей жизни где ты на даша это женщина твоя мама которую то душа которую мама она как-то присутствует в следующей жизни где-то дальше кто она там же и мать хорошо сейчас щелкну пальцами станешь в этой комнате своей мамой ты это мама которая у тебя там вынудила замуж выйти как зовут тебя как тебя там зовут мамой ты машка да скажите а почему вы свою дочь любите или нет вообще а почему как пришлось родить вам и николой говорю от николой пришлось родить а почему вы хотите и смерти а потому что жизнь не всю испоганила каким образом можете рассказать и зачем она родилась когда я не просили зачем я же не знала что так все бывает что она раз и не родилась а мне что нет не хочу я ее видеть глаз давай пусть уйдет пусть идет двора моего вон поганка какая у скажите а эта проблема тянется у вас с этой жизни или еще откуда-то идет еще предыдущего вот это ваша ненависть друг другу вроде с этой а что нужно чтобы вы смогли ее как-то простить может быть у нее прощение попросить за то что случилось что нужно чтобы произошло чтобы вы поменяли свое может быть отношение к ней и она может быть что там должна сказать или сделать машка вы скажите еще может быть что хотите чтобы она смогла вас понять может быть почему почему вы так не относитесь почему вы не любить она не желанная просто не желание и не от любимого он взял меня просто вас изнасиловали да вас изнасилованы а виновата ли мария в том что вас изнасиловали появилась она на жене не сама это она она напоминает об этом моменте когда вас изнасиловали она боль моя я не хочу видеть ее потому что это моя боль боль потому что она напоминает вам о том моменте когда вас изнасиловали правильно я вас понимаю да да хорошо становишься собой вот марии молодой дочкой в этой комнате мария ты сейчас услышала что мама сказала да ну ты понимаешь что мама просто дело не в тебе а дело в той боли которую она носит связано с этими с этой ситуацией когда ее изнасиловали да что-то ты может еще хочешь сказать маме добавить может вопросы какие-то еще есть нет не хочу ничего что хочется сделать тебе сейчас я хочу побыть от сна а если тебя мама попросит прощения и примет тебя ты успокоишься или нет да я ее прощу а что нужно чтобы вы убрали эту боль я хочу это забыть я хочу это стереть чтобы от твоей николай тот который вас изнасиловал взял и вы троем мария вы и николай сейчас комнате сейчас скажите николай вот этот который вас изнасиловал все что нужно что у вас сидит внутри вот эту всю боль вы скажите ему он обязан вас я я я я понимаю что я самая красивая я понимаю я понимаю что ты не смог удержаться но ты мне сделал очень больно очень больно моя душа не может успокоиться до сих пор я я желаю тебе такого же чтобы ты был как я до боли всю жизнь чтоб ты никогда не успокоился чтоб ты сгнил здесь я я ненавижу тебя сдохни ублюдо ну хорошо еще купателями становишься этим николаем николай дура ты сама ты сама хотела вертела хвостом своим сама хотела и мужа своего постыдись а постыдись а если бы не вертела не пошел бы сама сама и перестроишь себя можете вы может быть николай что-то сказать Мария вот этой вашей вот это получается дочери биологически которая вышла в результате этого и которая страдает маяна 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 мая маяна 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 а чьяна маяна маяна не знаю маяна нагуляла с мужем или с кем то не признаюсь маяна вы не чувствуете что это ваша дочь маяна 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 хорошо становишься сейчас машкой мамой вот этой да машка скажите можете ли вы сейчас можете наказать вот там нас не инструменты все можете наказать этого николай за то что он с вами сделал за то что он застал заставок такую боль вам принес страдание сделайте все что чувствуете все что считаете нужным для того чтобы успокоиться и освободиться от этой боли которую вы носите это этот николай даже не знает что там он творил последствий что дочка там вашей боль внутри легко хорошо отлично сейчас все николай уходится таком-то исчезает и вы с дочкой вашей остаетесь марии которая тоже вот она жертву как и вы в этой ситуации скажите можете ее вот из любви с чистой вот этой вот материнской любви как-то принять и отделить ее от этого от этого ситуации просто как это ваша дочь скажите что там еще хотите касательно этого всего не виновата я не виновата вы конечно никто есть ни в чем не виноват просто получилось так как получилось становишься сейчас марии этой девушки мария скажи слышал что тебе сейчас мать сказала как ты себя сейчас ощущаешь хорошо если может быть какая-то потребность отомстить тоже там как-то физически наказать перед тем как полностью сможешь простить она сама мучилась просто на вас это на тебе там отражалась давай вырази все отомсти его сожми руку в кулаке выразить всю ту боль которая нас тебе несла лучше ненависть которая была все это время с тобой с любовью просто но отдай обратно то что они все эти эмоции которые на тебя когда почувствуешь себя победительницы в этом ситуации скажем и облегчение как ощущаешь себя легко и теперь понимаю что понимая со всей мудростью опытом до взрослого взрослого человека вот с этим вот облегчением с этим вот пониманием поведения мамы почему она мучилась почему так страдала может ли ты сейчас глубокой полностью простите освободить свою маму от той боли которую на цепь принесла да мария я прощаю скажи тогда ей я проще отпускаю тебя мама я прощаю жалко ты загубила мою жалко и моих загубила то загубила боль твой я теперь труп дети мои никому не нужны я ничего не исправлю хорошо представь что сейчас Мария представь что ты встаешь со стульев мама встает тоже со стула я не вижу ее исчезла да да нет как себя чувствуешь теперь ну хорошо мне сердце хорошо 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 да отлично прощаешь ли ты себя за то что так долго носила эту боль и за то что так получилось себя можешь простить нет не могу что нужно чтобы ты смогла простить себя я должна была до дата я не похожа на своего отца ты не похожа на своего отца да я нагульная я знала сколько-то дата скажи а что ты там могла бы сделать по другому и жизнь бы была им другой вообще иначе сложилось бы я любила Сашку ага а вот сейчас представь не едный был мамка не велела за него замуж я бы я бы с ним была счастлива представь что ты сейчас в тот ты можешь менять свою жизнь вот эту да и представь что ты вместо того чтобы там слушать мамы виноваться да ты машки свои ты решаешь сама быть тем кого ты любишь ага как бы твоя жизнь там сложилась посмотри я бы была счастлива но представь да представь что это так и случилось переиграет жизнь уже понимая все сцены ты не увидела негативный сценарий а теперь увидеть позитивный сценарий если бы тогда он будет на руках ага представь что носите на руках что у вас счастливая жизнь как еще там посмотри где вы живете кто как семья ваша что вы там делаете посмотрите себя марию у меня бы было много детей сколько десять было бы десять да хорошо двор большой дом большой у нас бы все получилось как мы мечтали вот представь что это получилось да сколько лет тебе когда ты умираешь вот в этой жизни когда так случилось двадцать двадцать сколько двадцать восемь нет а если бы вот с сашкой пошла сколько как бы ты прожила до скольки лет и вот глядя на эти два варианта твоей жизни скажи какой ты урок для себя можешь вынести из этого всего тебя нужно слушать не бояться манки папки себя убежать надо мне было убежать с ним себя надо слушать да твое сердце не бояться убежать мне надо было с ним угу все было бы по другому угу хорошо представь что это произошло представь что ты убежала как себя там чувствуешь в конце жизни как ты покидаешь эту жизнь теперь я счастлива угу я счастлива угу я счастлива угу я счастлива угу угу я благодарна этой земле за то что она меня приняла и подарила мне такую радость радость любви и счастья угу я пережила все свои эмоции наполненная вышла воплощение я рада это угу я благодарна круто теперь ты можешь простить себя за то что так ошиблась тогда что послушала маму а не послушала себя да да могу простить я же дурочка так получилось испугалась испугалась что они отвернутся от меня мои родители которая никогда не любит которые которые никогда не пожаловали хорошо я испугалась запретила себе дочь счастлива я я слушалась и прожила короткую собачьи себя надо слушать верно да в первую очередь тебя и боя скажи себе я прощаю пускаю себя прощаю любые ошибки своего прошлого я прощаю я отпускаю своего прошлого скажи как вот уроки которые ты прошла вот в этой жизни до прошлой вот марии как они могут помочь себе в текущей жизни какую пользу они для тебя могут какую пользу ты можешь излечь из этой вот жизни для себя вот в жизни дарь и посмотри вот в этой жизни как как поменяется твоя жизнь если будешь слушать себя ничего не бояться чего-то добьешься вот настоящий момент с сентября 2019 года посмотри вот с этим чувством с этим убеждением что себя надо слушать смотри как изменится твоя жизнь теперь как ты сможешь чувствовать себя ощущать когда были жить своей жизнью потому что будешь сама решать себя слушать только и маму никого-то там а только от именно себя ты можешь прислушиваться да но слушай что только свое сердце посмотри как поменяется твоя жизнь чего-то теперь сможешь достичь и как сможет себя ощущать у меня будет тепло в душе не будет скажи а есть ощущение сзади вот это черное который раньше был нет поле не есть тепло и какой цвет тепло внутри сейчас представь как это розовое золотое заполняет вот эту всю сзади вот пространство где раньше вот это был черный крючок пропеллер до полностью все ситуации жизни ты вот растешь ты теперь к маме животе попадаешь в этой жизни с этим чувством розовым золотым и слушаешь только себя смотри ты рождаешься сейчас тебе ты только родилась как ты там себя чувствуешь теперь в этой жизни когда только родилась ну щас это такое приятное чувство его радость ну да окей смотри вот сейчас пять лет тебе там снова там бабушка мама на улице там рука воде как ты там себя ощущаешь теперь в эту ситуацию да все светло они улыбают мареща срасти дальше тебе 13 лет там что в школе фотографируют вас с рейсе там какие-то дискомфортные ощущения или все хорошо но я улыбаюсь если там сзади этот пропеллер большой который раньше был ну что-то я не могу понять но это не черный смотри что что там что там остается сзади ну что-то такая какая-то фигура представь что она сейчас выходит перед тобой ну или тебе на ладони или просто вот на выходе через сзади становится перед тобой что-то за фигура а ну как типа и вот такой шары какие-то ну типа такое вид белых шаров разных форм грозь винограда какая-то что ты чувствуешь когда ты видишь эту грозь винограда это шарик если куда дискомфорт скажи кому это чувство принадлежит или может быть что ты хочешь с этим чувством сделать может быть отдать кому-нибудь или что-то хорошо по ощущениям хочешь что-то еще маме вот в этой жизни что-то и сказать там выговорить нужно давай заходим в комнату заходим ту самую комнату белую прощение можешь в руках держать шары вот эту фигуру и заходит твоя мама ирина уже в этой жизнь там она люблю тебя хочу тебе сказать ты ты самый большой учитель за все люблю тебя и прощаю я все понимаю все теперь понимаешь что произошло что между нами происходило я благодарю тебя за то что ты играла эту роль я могла понять и исцелить тебя и дойти до той точки где я смогу это все убрать благодарю тебя становишься мамой ты мама ирина ирина вы услышали что ваша дочь сказала отвечайте ей я всегда верила и что ты справишься что ты справишься да я всегда знала что она справится у нее это получилось теперь да она большая молодец я не смогла я не смогла она молодец что-то а передавать и меня это моя это моя судьба должна быть я не твоя прости меня я не хотела у меня просто не было ну все все могу хорошо тогда представь как встаете с кресел подходите друг к другу обнимаетесь благодарите за за те роли которые вы играете мама хорошо отыграла ты тоже пошли любовь как свет из своего сердца вот у мамы полость где-то смотри на тебе что-то свое дала посмотри где у него пустота чертели откуда она достал да а да и вот посмотри как она становится целостной такая прям и возвратилась ее часть недостающие у тебя вот эта лишняя часть она ушла теперь ты тоже целостно все хорошо как мама отреагировала нормально рада такая прыгает шарик я выдержу любую дар судьбы рада я очень рада я счастлива я вижу второго ребенка очень хочется жить да окей какое чувство у тебя вот прям цвет этот имеет чувство вот розовый а что видишь я вижу что вот сзади вот эта дыра вот она закрылась как самочувствие отлично отлично вот это путешествие а ты была до этого в прошлой жизни нет не была как тебя выбросило вот приволокла с собой с прошлой жизни просто жаль я еще такого не видела не переживала вообще это открыто это открыл не desktop конечно ни дело не есть видео тем это qui а